будем считать что это тропический дождь пляж не работает не ожидала тут такое увидеть да это пожалуй самый живописный пляж в поселке никита сегодня я снимаю видео вблизи ялты небольшом поселке никита вы могли о нем слышать по знаменитому никитскому ботаническому саду который расположился именно в данном населенном пункте но сегодня мы с вами идем не в сад потому что совсем недавно я там была вот здесь оставлю ссылочку на моё великолепнейшее видео где море цветов а идем мы с вами гулять сегодня немного по другому месту сегодня я хотела прогуляться по парку мантедор он является продолжением никитского ботанического сада но увы сейчас он находится на ремонте но тем не менее одну его часть мы с вами сегодня увидим вот нижние ворота никитского сада отсюда также можно пройти в никитский сад и напротив него находится парк мантедор за вход я заплатила 300 рублей с погодой мне сегодня явно не повезло пошел дождь благо тут хорошие деревья густые есть место где можно спрятаться как я уже сказала ранее парк мантедор является продолжением никитского ботанического сада и в этом парке произрастает большое количество растений деревьев и даже есть такие виды которых нет нигде больше в крыму от главного входа пройти буквально чуть-чуть и здесь начинается райский сад и кактусовая оранжерея получается мне сейчас нужно будет пройти налево а здесь внизу находится парк мантедор ну а я сейчас отправляюсь в рай кактусов людей немного очень тихо тут и вот сразу нас встречает вот такой кактус это кактусовая оранжерея одна из крупнейших коллекций суккулентных растений россии и европы после основания никитского сада в 1812 году здесь началось введение суккулентов в культуру в то время стали высаживать первые наиболее зимостойкие кактусы опунции а также агавы и юки и сейчас мы с вами здесь можем наблюдать очень много суккулентов это растение имеющие специальные ткани для запаса воды сегодня в коллекции никитского ботанического сада насчитывается около тысячи 100 видов форм и разновидностей суккулентов какой интересный мохнатый кактус кактус похожий на тыкву здесь представлено сотни кактусов каждый из которых подписан тут так тихо что я пытаюсь говорить в полголоса, чтобы никому не мешать. Вы знаете, ведь я была в ботаническом саду в Санкт-Петербурге, тоже в похожей оранжерее. Большое заблуждение думать, что вот посадил кактус и все. Ему больше ничего не надо, он сам там будет свисти, но на самом деле нет. Очень важно подобрать правильный температурный режим. Помимо этого, перед зимовкой постепенно сокращают чистоту и обильность поливов. Мне издалека показалось, что это белый цветок. Ну а теперь добро пожаловать в рай, в крымский рай. В настоящее время здесь собрано 1000 таксонов и около 5000 растений. Согласитесь, цифра внушительная для такой небольшой территории. Сад Парадис, небольшой по своей площади, около 1 гектара, он был заложен в 2009 году. На улице из растений преобладает юбка и агава. А вот так кактусовая оранжерея смотрится с улицы. Также есть небольшой бассейн с черепашками. Обратите внимание, сколько тут их много. Ну а это продолжение райского сада. Сейчас мы с вами пройдем по небольшому мосту. И там будут свисти еще растения. После Никитского ботанического сада можно зайти сюда и прогуляться еще по одной территории. Здесь проходит обычная дорога, по которой иногда ездят машины, но не часто. И отсюда вы уже можете наблюдать, как все зелено. А в этой части сада растет очень много пальм. Их высадили специально в одном месте. Такая красота. Будто в каких-то джунглях. По мне, так, Никита, это сплошной поселок-заповедник. Потому что он достаточно зеленый и густо засаженный. Это такой же вечно зеленый сад. Тут постоянно что-то цветет. Круглый год какие-то цветы, деревья, растения всевозможные. Да, безусловно, сам Никитский ботанический сад. Его территория гораздо больше, чем райского сада. Но чем мне здесь нравится гулять? Тем, что здесь людей всегда очень мало. И вы можете насладиться вот этой всей прогулкой без толп туристов. Настолько тут тихо, что даже неприлично громко разговаривать. Хочу заметить, что несмотря на то, что только что прошел дождь, и он был такой, знаете, не слабый, люди работают, поливают растения даже сейчас. Здесь местами попадаются скамеечки. Старенькие, правда, но они тут есть. Можно сесть и наслаждаться. Я сейчас иду в сиреневый сад. В буквальном смысле этого слова. Не ожидала тут такое увидеть. Сейчас у нас в мае, в Крыму, самый разгар ее цветения. Здесь даже есть и белая, и темно-сиреневая, и просто сиреневая. Севастопольский вальс. Погода, конечно, сегодня меняется через каждые пять минут. То дождь, то солнце, то дождь, то опять солнце. Но вы знаете, я даже рада таким погодным условиям, потому что тем самым ароматы ощущаются еще гораздо ярче. Мы еще где-то видели столько много сирени на небольшом участке земли у нас в Крыму, на ЮБК. Боже, а как она пахнет после дождя. Какие тут ароматы. Волшебное место. Запоминайте, если вы сейчас в Крыму, обязательно приезжайте сюда, в этот сад. Здесь идет дождь, и такой немаленький. А там в горах местами где-то светит солнышко. Но уже спряталось. Я не успела добежать до оранжереи, чтобы спрятаться от дождя. И вот нашла оливковое дерево. В Никите, кстати, есть целая плантация оливковых деревьев. Будем считать, что это тропический дождь. Как только пошел дождь, все сразу пришли в оранжерею. По второму кругу, так сказать, если что-то упустили, можно еще раз посмотреть. На самом деле она небольшая, но гулять здесь довольно приятно. Для того, чтобы пройти к пляжам, нужно будет повернуть налево от парка и идти примерно один километр. Немало. Потом придется возвращаться сюда на остановку. Вот только что я там гуляла. И рассказывала вам про эти пальмы. Что их тут очень много. Теперь мне надо спускаться постоянно вниз. И там будет пляж. Здесь везде попадаются лестницы. Также можно идти по дороге. Знаете, эта территория мне напоминает чем-то Ливадийский парк, когда вы спускаетесь к пляжам. Вот. Очень похоже, только здесь все ухожено. Вот так идешь, и тут лавочки попадаются. Слышите, как птички поют? Хочу отметить, что данный поселок назван человеческим именем. Никита, а вот вы сколько знаете населенных пунктов у нас в России с человеческими именами? Вот оно море. И посмотрите, какая красота в окружении зелени. Это территория мыса Мартьян. Туда можно будет пройти только с экскурсией. Вы ее берете также в Никитском ботаническом саду. Стоимость ее 300 рублей. Я зашла еще на территорию. Не знаю, было открыто. Можно сюда, нельзя. Небольшая набережная. Стоят скамеечки, горшочки с какой-то растительностью и пляжи. Они здесь, конечно, узкие, но вода чистейшая. Я даже не знала, что в Никите есть своя набережная. По всей видимости, недавно завезли щебень. Готовятся к сезону. Сюда можно подняться. Что я сейчас и сделаю. Как удачно установили скамейки. Отсюда можно наблюдать и Ялту. А там в лесу тоже, видимо, гостиница или что это. И вы посмотрите на эту чистейшую воду. Вот так вот прибрежная зона выглядит с этого ракурса. Выглядывает большой дом. Я думаю, что вход сюда свободный, потому что явно это не санаторий. Вот так вот садитесь на скамейку и наслаждаетесь морем и видами. Чем-то мне это место напоминает Санта-Барбару. А вам? Спустимся с вами поближе к водичке. Сегодня хоть и дождь был на улице, но тем не менее штиль, ветра нет. Море спокойное. Так и хотелось бы окунуться. Здесь гораздо лучше, чем я вам показывала до этого. Очень меленькая галечка и удобный заход в воду. Не знаю почему, но мне кажется, что данный поселок обделен вниманием туристов. Ну, собственно, все. Там дальше идет забор. Туда я не пройду. Тут стоят столики. И одно кафе работает. Здесь, конечно, попадаются вот такие ржавые перила, спутниковые антенны. В таком не самом лучшем состоянии. И все это на виду. Главный плюс отдыха в этих гостиницах, это, конечно, близость к морю. Предлагаю нам с вами прогуляться еще в ту сторону, там, где уже нет такой красивой набережной. А вот и вторая набережная Никитская. Вот тут написано, что в связи с реконструкцией пляж не работает. Здесь уже все совсем по-другому. Плиточки нет, но зато какие шикарные виды. Опять же, в летний сезон работают заведения. Очень тихо сейчас. Прямо на набережную намыла Гальку. Здесь пляжи гораздо уже даже, чем там, где мы сейчас с вами были. Я думаю, что самые внимательные из вас обратили внимание на цвет воды. Когда я ее снимала с той набережной, она казалась такой зеленой. Такая же, как в зеленой бухте в Новом Свете. Не знаю, как вам, но мне эта прогулочная зона напоминает набережную в Утесе. Как идти от Портонита в Утес. Ммм, туда же есть скамеечки. Почему-то повернуты в эту сторону. Что-то мне подсказывает, что там будет проход закрыт. Написано территория фитоцентра. Хорошая такая территория. К ней ведет лестница. И там выглядывает то самое здание, которое я вам показывала чуть ранее. Не, ну я все-таки проверю. А здесь очень красивый пляж. и это пляж заповедника мыс Мартьян. На самом деле этот пляж закрыт из соображений безопасности, потому что там случаются и камнепады, осыпи, обвалы. Это, пожалуй, самый живописный пляж в поселке Никита. Но останавливаться на нем действительно небезопасно. Вот я тут гуляю и запахи необыкновенные. Получается тут лес с одной стороны, с другой море, фитонциды и все такое. Необыкновенно. Если вы еще не подписаны на мои социальные сети, телеграм, вконтакте, то вы много потеряли. Я там выкладываю и фотографии, и ведется у нас там дискуссия разная. Так что подписывайтесь, и мы с вами уже очень скоро увидимся на моем канале. Всем пока-пока.